Я сегодня опять хочу говорить о крещении. Или продолжать эту тему. Давайте мы откроем Матфея третью главу. Я хочу посмотреть на историю крещения Иисуса Христа. Я читаю на русском, все на немецком можно будет посмотреть здесь. Я читаю третью главу Матфея, читаю с 13 стиха. Написано, «Тогда приходит Иисус из Галилея на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Иисуса и говорил, «Мне надо накреститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает Его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отвезлись Ему небеса. И Иоанн увидел Духа Божия, который сходил, как голубь, и сниспускался на Иисуса. «И вот глаз с небес, говорящий, сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Читаю дальше, 4 главу, с 1 стиха и ниже. «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал Ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, «А ангелам своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал Ему, написано, «Также не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их. И говорит Ему, «Все это дам тебе, и если пав, поклонишься Мне». Тогда Иисус говорит Ему, «Отойди от Меня, Сатана», ибо написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили Ему. До этого места. Я сегодня хочу проповедовать на тему, как иметь победу над искушениями. Мы видим, что после своего крещения Иисус вступил в полноценное служение, ради которого, в принципе, Он пришел на эту землю. Ему было примерно 30 лет, когда Он крестился в Иордане от Иоанна Крестителя. И у него впереди было еще примерно 3,5 года служения. И эти 3,5 года сильно отличались от всех тех лет жизни, которые Он прожил на этой земле. Вы знаете, в жизни каждого человека приходит определенная полнота времени, свое время. В жизни Иисуса это было 30 лет. Это такое время в твоей жизни, когда в твоей жизни пути пересекаются с Богом. Бог является тебе явно на твоей дороге. У кого-то происходит это в 15 лет, у кого-то в 25, у кого-то в 65. У каждого свое время. Вчера видели, мы крестили и молодежь, и семейную пару, и уже более взрослую молодежь. Кому за 65. Бог каждого нашел свое время. И милость Божья заключается в том, что, слава Богу, что еще живя на этой земле, человек мог повстречаться с Богом и примириться с Ним. И мы видим, что, когда пришло Иисусу эта полнота времени, он пришел к Иоанну и крестился от Него. Почему он это сделал? Потому что была воля Божья, чтобы каждый это сделал, приближающийся к Богу. Почему он это сделал? Чтобы он показал, что каждый, который Богу наставить, это должен делать. Меня сильно касаются эти слова из последних стихов 3 главы. Меня очень берут эти последние ферсы из капитала 3. Когда он крестился, на него сошел Дух Святой в виде голубя. Когда он крестился, на него сошел Дух Святой в виде голубя. И последний стих. С небес был слышен голос, который говорил, «Сей Сын мой, возлюбленный, к которому мое благоволение». Знаешь, я верю, что вот так же каждому посвящему Богу свою жизнь, каждому грещенному, вот есть такое благоволение Божие. И я думаю, что каждый человек, который gerade getauft, такой благоволение в глазах findet. Знаете, Писание говорит о том, что однажды в вечности будет день. И в Библии лезем мы, что в алмаре в веке, когда мы этот день erleben, где Бог покажет разницу между служащим Богом и не служащим Богом. Сегодня в церкви особенно не видно этой разницы. Сегодня, когда мы выйдем из церкви и пойдем в этом мире, в Эсбоне, в Убоне на машине, не будет видно никакой особенной большой разницы между верующими и неверующими. И может быть, люди, которые стояли на берегу и видели Иисуса крестившегося, ничего в нем особенного не видели. Иисус услышал, все люди услышали, Бог сказал, это сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение. Знаешь, что это касается каждого из нас. Все те, кто посвятили Богу свою жизнь. Все еще его возлюбленные. И к нам все еще его благоволение. Знаешь, там написано, что он на подвиг души своей будет смотреть с довольством. И в Исайе мы видим, что что, что наша Сила делает, это будет вполне приятным. Я знаю, что там на Бессах вчера был праздник, когда эти люди крестились. И я знаю, что эти феерлые, эти тупы, это вполне опасно для Бога. Иисус наверное говорил отцу, отец, посмотри, они пошли за мной. И Иисус stand wahrscheinlich в небе и сказал, что это мой сын, это мой сын, который мое благоволение. И может быть вы вышли из воды и не почувствовали себе никаких изменений. Но в Божьем сердце, в Божьем глазах наш статус меняется. Аллилуйя. Но в Божьем сердце, в Божьем сердце verändert sich наш статус. Это Дух Божий, Дух усыновления, он наполняет наши сердца, когда мы Богу посвящаем свою жизнь. Слава ему. И Дух Божьем сердце, то есть практически, где Бог нас адаптирует, это филит нас на этой тупе. Знаешь, у дьявола всегда желание убить все Божье в зародише, в младенчестве. И ты, рассматривая Библию, можешь видеть это в библейской истории. Дьявол пытался убить Моисея, когда он только родился. Помните? Мать прятала его от этих военных людей. И когда не смогла скрывать, он положил его в корзинку, отпустила на реку. И Бог сохранил его. И благословил его. И ввел его в царский палаш. Когда Иисус был совсем маленьким. Когда он только родился на эту землю. Так же, как Моисей, дьявол пытался искоренить его. Ирод издал приказ уничтожить всех младенцев на земле, возрастом до двух лет. Представьте, какое страдание и рев, и плач пришел в семьи людей, живущих тогда. Дорогие, тогда семьи были многодетные. И если не каждую семью, то через одну семью это приказание коснулось. И младенцев забирали из семьи и вырезали их. И дьявол пытался таким образом тоже, чтобы и Иисус не ускользнул. И мы знаем, что Бог сохранил. И знаешь, когда Иисус вступил в служение, когда он посвятил Богу свою жизнь, мы видим, чтобы дьявол пришел. И в начале его служения, когда еще Иисус не исцелил ни одного хромого и слепого, не исцелил прокаженного, не вызвал мертвого Лазаря из гроба, чтобы всего того, что не произошло, что Бог предназначил ему совершить, он пришел сделать ему подножку по две ноги, чтобы искусить Иисуса, чтобы он пришел искушать его туда, в пустыню. Иисус говорит, что цель дьявола украсть, убить и погубить. И я говорил об этом вскользь вчера, что дьявол будет пытаться вернуть вас обратно в мир. И знаете, одно дело привести человека, помочь ему прийти к Богу, веровать в него. Намного более важнее сохранить свою веру до конца. И мы читаем, в 4 главе я прочитаю несколько стихов. После крещения Иисус был введен Духом в пустыню для искушения дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей напоследок взалкал. И сегодня я хочу проповедовать, как иметь победу над искушениями, которые придут в нашу жизнь, которые приходили в нашу жизнь еще раз постучаться. Знаете, Иисус не сел в пустыню и не сказал, ну иди, 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 сейчас мы с тобой поборемся. И Иисус не сел в пустыню и сказал, ну иди, иди, теперь ты можешь прийти, теперь мы будем нашу жизнь отражать. Иисус готовился к встрече с дьяволом с этим разговором с ним или никак не готовился? Или он сказал, я сын Божий, что ты мне дьявол? Готовился он как-то или нет? Как? Он 40 дней постился и молился и бит. Помнишь, Иисус рассказал притчу о десяти девушках? Иисус сказал пять умными, разумными, других пять назвал глупыми в современный перевод. И знаете, в чем их глупость была? В том, что во время, когда можно было приготовиться к приходу жениха, вспоминайте притчу, они не готовились. Знаете, я верю, что Бог молитву отчинаш не просто так нам дал. Я когда-то проповедовал на эту тему в молитве я просто ангелочки возьму за крылышки, за плечики и внесут меня в Царство Небесное. Нет. Нет. Учения придут. Иисус будет приходить. Иисус посетил и молился 40 дней. Знаешь, я верю, чтобы в нашей жизни, чтобы иметь успешную духовную жизнь, чтобы так же, как Иисус отразил нападки дьявола, чтобы мы могли так же сделать, нам нужно иметь эту силу духовную. Это нужно делать не тогда, когда нам уже совсем плохо стало. Когда у нас семья на грани развала, когда мы уже в полном банкротстве, когда у нас депрессия выше головы, мы не знаем, что делать в жизни. И тогда человек спрашивает себе, ну, чего надо делать? А, молиться надо. Нет, молиться надо, когда еще этого всего не пришло. Чтобы это все не пришло. И чтобы когда она постучит в твою дверь, ты сказал, занято. Ты знаешь, дьявол, он лукавый. И ему написано, что когда Иисус написано напоследок взалкал, он так сильно захотел кушать. Вот тогда пришел дьявол. ты знаешь, ты знаешь, что дьявол приходит тогда, когда у нас, когда, не знаю, когда мы находимся в слабости какой-нибудь. Когда мы упали. Когда мы обижены. Когда нам трудно финансово. Когда скандал в семье. Когда тебе поставили какой-то серьезный диагноз. Когда ты физически ослаб. Когда ты физически очень слаб. Тогда приходит дьявол. ты знаешь, в жизни каждого из нас есть наши слабые места. В каких-то сферах жизни мы сильные. В каких-то сферах жизни мы очень даже слабые. И если в этих сферах жизни, где мы слабые, в момент, когда мы не бодрствуем, придет искушение. И если в этих сферах жизни, где мы слабые, в моменте, когда мы не vorbereились, то попытка приходит такой большой соблазн расслабиться и поступить по плотяре. Понимаете, о чем я говорю или нет? Если у тебя слабость, выпить. И ты духовно не в самом хорошем состоянии. не виноват, не виноват. И тебе еще жена пару подколок сделала дома. И твоя эфрау hat sich пару стих сетях сетях. Но ты говоришь, Бог, ты сам виноват. ты допустил мою жизнь. И я теперь обижен и имею право утешить себя. И ты не накажешь меня, если пойду напьюсь. Если у тебя слабость с женщинами или с другим полом, с мужчинами. И твоя жена не так приготовила еду, и вы поссорились из-за этого. Она сказала, тебе ну и сам себе готовь. И ты сказал, ах так. Ты думаешь, что я единственная здесь, неповторимая? Я найду себе другую. Бог, ты видишь, она сама виновата. И теперь у тебя право идти налево или направо. Ты сам себе так решил. Знаешь, когда мы находимся в состоянии слабости, или когда легко быть честным, когда у тебя деньги в кошелке есть? Или на конто? А когда у тебя все там ноль с нулем сходится, а иногда еще и минус выпадает на конто? и и тебя есть возможность обмануть, украсть и полукавить? дьявол и именно в такие моменты в жизни человека приходит дьявол. Ты знаешь, и множество глупостей мы совершаем и грехов, когда мы находимся в таком слабом состоянии. И многие мужи Божие совершили свои глупейшие ошибки, когда они были в состоянии слабости. Вот такой. Помнишь Давида и Версавиа историю? Когда Давид вышел на крышу и с высоты своего владения видела там красивую голую женщину, которая купалась. И читающие Библию вы знаете, чем закончилось. Знаешь, если быть честными, время от времени все мы будем попадать в такое состояние, где мы по плоти или душевно будем чувствовать себя слабыми. И Иисус описывает состояние он взалкал. Я не знаю, как Иисус там взалкал, но иногда прихожу домой голодный. Я не знаю, как у других мужчин, но у меня настроение меняется тогда, когда я покушал. глядя Я надеюсь, мужчины меня понимают. Аминь, некоторые женщины сказали аминь, они понимают, да? Ты знаешь, когда вот что-то очень плохо или ты голодный и злой, тогда лучше пусть дети быстро не бегают и громко не кричат. и многие другие вещи лучше пусть они не происходят и попадают за тебя под руку. И не зря говорят, что путь к сердцу мужчины ведет через желудок. Когда он поел, он подобрел, к нему можно подойти и просить что-то. И если ты хочешь просить многое, корми его хорошо. И если ты много обидеть то, ты должен его тоже фиттерить. Но Иисус находился в таком интересном состоянии. Он сильно хотел кушать. Но Иисус был в этом состоянии и он очень hungry. И вот он пришел дьявол. И в этот период пришел Трефел. Знаешь, у Бога есть интересная мысль. Я хочу, чтобы вы прочитали ее. Давайте мы откроем 2 Коринфянам 12 главу с 8 стиха. Есть интересная Данья Готова, которую я хочу поделить в 1 Коринфянам 2 Коринфянам 12 главу с 8 стиха. 2 Коринфянам Те, кто не понимает по-русски пусть читает. Здесь Апостол Павел говорит о себе. Он говорит, что у него была проблема, была жало в плоти, бес мучил его, ангел сатаны приходил удручать его. И с 8 стиха Павел говорит, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. И конец 10 стиха там написано, ибо когда я немощен, тогда я силен. Когда я немощен, тогда я силен. Послушайте, оказывается, когда мы вот в таком состоянии, когда ты сильно хочешь кушать, или когда тебя сильно обидели, ты готов в ответ, знаешь, так, или сказануть, или сделать. Или когда ты финансово не то, что на дне, ты там в такой пропасти, где дна не видно. Когда ты немощен. Смотрите, Павел про себя говорит, когда я немощен, тогда я силен, потому что сила Божия совершается в немощи. Интересно оказывается, что для меня не является моей слабости никаким оправданием для того, чтобы грешить. спасибо за ваше громкое аминь. Мои слабости пред Богом не являются извинением, что я пошел налево или направо или украл или наорал. Мои мое 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 Поэтому Давид говорил, а я не убоюсь, что бы ни происходило в моей жизни. И он сказал, пусть целое войско против меня вооружится, я не убоюсь, потому что Бог меня сохранит и защитит. И Иисуса Отец не оставил здесь. Сила Божия совершилась здесь с Иисусом. Знаешь, Писание учит нас, что наше плод немощно, но Дух остается умер. Я проповедую сегодня о том, как преодолеть Искушение. Чтобы не происходило в твоей жизни. Как бы тебе плохо ни было. Личные отношения с Богом. Твоя личная молитва. Иногда пост и молитва. Они помогут практически все твои низины и высоты. Иисус постился и молился 40 дней. Его никто не заставлял. Никто не предписал ему. Это не было общей церковной пост, что он должен был поститься. Он сам себе решил, я буду поститься. Я недавно разговаривал с одной сестрой из церкви, она сказала мне Я принял решение, раз в неделю, есть один день, когда я пощусь Почему? Не ради Талии ради своего духовного состояния Знаешь, очень важно, когда не вот пастор сказал, всем паститься надо Знаешь, когда ты приходишь в свою тайную комнату, закрываешь свои двери, включаешь прославление Не знаю, становишься на колени или становишься на ноги и прославляешь Бога, общаешься с Ним Знаешь, в это время, как будто Бог заправляет тебя бензином, если это можно сравнить Когда ты постишься и когда ты молишься, Бог наполняет тебя своей силой Какой смысл в машине, в ее ПСах, крутой резине и хорошем ауштатинге, если бензина нету в баке? Петр и Иоанн шли в храм помолиться, по дороге встретили в воротах сидящего храмова, просил денег у них Помните историю? Что они дальше сделали? Даже не молились ни капли Они сказали, встань во имя Иисуса Христа и ходи И он встал и пошел Знаешь, это местописание, когда ты читаешь, оно должно бросить тебе вызов Так это происходит со мной Почему они имели в себе такую власть и право сказать храмому с детства, встань и ходи? Откуда в них была эта сила? Где они взяли ее? Откуда это? Они заранее, не до этого, где-то молились, когда-то постились Они держали себя в правильном духовном состоянии И когда пришло время молиться за больного У них не возникла мысль Перед тем, как я буду молиться, оно сначала мне покается Перевести себя в духовный порядок Вспомнить, что Иисус есть Господь Наполнится духом И потом молиться буду Все это он уже давно сделал Мы так читаем эту историю про искушение Иисуса в пустыне Он так легко разговаривал с дьяволом Находил слова, находил что сказать Я хочу тебе сказать, что в молитве есть силы Есть силы на сейчас и силы на потом Когда ты молишься, пребываешь в молитве Может быть ты в это время ничего супердуховного не пережил Чем больше ты стоял на заправке Чем дольше стоял пистолет в твой бак и наливал туда бензин Чем дальше ты проедешь Знаешь, некоторые приходят в церковь На воскресное богослужение Знаешь, вот на полчаса открывают свой духовный бак И туда им от Бога капля кап И эти капли хватает, пока они еще выходили из церкви И еще они были духовные Знаешь, молитва Знаешь, я хочу ободрять нас Нас как церковь Я хочу тебя ободрять молиться дома Я хочу тебя ободрять молиться дома Я знаю, вот принять для себя решение Найти время и молиться Я хочу тебе бросить вызов поститься У нас скоро будет опять неделя поста и молитвы Но для себя поститься Не тогда поститься, когда дети заболеют А чтобы когда они заболеют Ты пришел, возложил руки и сказал Во имя Иисуса болезнь Уйди Сонан Сонан Форя Затун Почему такая смелость Потому что ты постился и молился с Богом Вчера и позавчера Я просто хочу поставить акцент Что мы увидели Что перед тем, как дьявол искушал Иисуса Иисус 40 дней постился и молился Дорогие, простая рекомендация для вашей жизни Успешная духовная молиться Это мой пастор говорил Много молитвы, много силы Мало молитвы, мало силы Много молитвы, много силы Много молитвы, много силы Знаешь, когда Иисус был приготовлен Когда он знал, что в Отце есть благоволение к нему Когда Дух Святой был на нем Когда он знал, что между им и Богом Нет никакой бетонной стены Когда ты можешь говорить Когда я немощен, я силен Потому что у тебя полный бак Потому что Бог есть в твоей жизни Я люблю 90-й Псалом Там написано Живущий под кровом Всевышнего Под сенью всемогущего покоится Давай мы откроем его Псалом 90-й Псалом 90-й Псалом 91-1 живущий и под ровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Вот Лена в моей тени находится сейчас. Вы не видите, она... А вы не находитесь в моей тени. Знаете почему? Потому что она близко ко мне стоит, а вы далеко не. Знаете, что я хочу сказать? Чтобы жить под тенью Всевышнего, нужно находиться очень близко к нему. Чтобы жить под покровом Всевышнего, нужно быть под его покровом, а не за его покровом. Знаете, есть территория, куда мы попадаем, а там Божья защита. Нет. Есть такая шутка, что на автобанах Ангел летает со скоростью, которая определена на знаках. Что это значит? Что если там стоит 120 и ты летишь 180, то Ангелы за тобой не успевают. Ты знаешь, есть некоторые места, куда Бог не повелевает нам ходить и находиться, потому что там территория дьявола. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? Тогда написано, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей. Помните этот первый псалом? Если ты сидишь в собрании развратителей, ты ходишь на собрании нечестивых, ты занимаешься беззаконием с беззаконниками, ты под покровом Всевышнего не находишься. Конечно, Бог потом может тебя из грязи вытащить. Но знаешь, самое безопасное место на этой земле для тебя. Знаешь, самое безопасное место для тебя. Знаешь, где Бог хочет вас видеть в это время. Там самое безопасное место. Знаешь, иногда человек должен быть на служении или в служении, а он в другом месте, и с ним происходят чудесные вещи. Возвращаемся в 90-й псалом, читая стих 14 по 16. И в Псалм 91, Vers 14-16. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Дальше. Воззовет ко мне и услышу его. Рuft er mich an, so will ich ihn erhören. Прочтайте вместе со мной. С ним я в скорби. Er lässt mit mir zusammen. Bin bei ihm in the not. Избавлю его и прославлю его. Ich will ihn befreien. Знаешь, что такое скорбь? Weißt du, was not heißt? Это когда ты совсем слабый. Wenn du ganz schwach bist. Это когда ты не знаешь, какой выход. Wenn du keinen Ausweg kennst. Когда тебе так плохо. Wenn es dir so schlecht geht. И он говорит, а я с ним скорби. И он говорит, а я с ним вновь. Знаешь, почему? Потому что он сказал, Бог моя надежда. Потому что он сказал, Бог моя надежда. Избавлю его и прославлю его. Я буду его освободить. И он к намерен. Долготую дни насыщу его и явлю ему спасение мое. Я буду его сеттить. И он schauen lassen. Mein Heil. Знаешь, есть большое благословение на этой земле жить с Богом. Es ist ein großer Segen auf dieser Erde mit Gott zu leben. Не просто знать Бога. Nicht einfach Gott kennen. А каждый день жить с Богом. Sondern jeden Tag mit Gott leben. Я многих из вас знаю лично. Но живу я с моей женой. Но я живу с моей женой. Многие могут знать Бога, но жить они не живут с ним жизнью, той, которую Бог желает видеть от них. Viele Menschen kennen Gott, aber sie leben nicht mit ihm. Sie leben nicht das Leben, was Gott von ihnen verlangt. Знаешь, это вопрос решений в жизни. Ты принимаешь решения. Das ist die Frage der Entscheidung, weil im Leben treffen wir Entscheidungen. Я буду жить под покровом Божьим. Я буду жить под покровом Божьим. Я принимаю решение, ходить его путями. Я принимаю решение, исполняю его заповеди в моей жизни. Я принимаю решение, seine Gebote в моем жизни. Я знаю, что даже если скорбь идет в мою жизнь, Бог вытащит меня. Dann weiß ich selbst, wenn größte Not in mein Leben kommt, wird Gott mir da raushelfen. Знаешь, когда я читаю вот эту историю об Иисусе, о крещении, его крещении, потом о его искушениях. И если я эту историю о Топе Вон Иисус Христус и о своих попытках, то я читаю, что на Иисус Дух Святой этим видимым образом, то я берусь очень, когда я лезу, как я в моем жизни о Егореческал. Знаешь, это самое ценное, что я имею в своей жизни на сегодняшний момент. Это самое ценное, что я имею в моем жизни в сегодняшнем моменте. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой, который живет в моем сердце. Это Дух Святой, который ведет меня на земле. Это Дух Святой, который обличает меня, когда я поступаю неправильно. Это Дух Святой, который дает мне силы делать те вещи, которые я не хочу делать, а их надо делать. Это Дух Святой, который позволяет мне служить. который иногда вдохновляет меня и говорит, ты мой Сын, возлюбленный, в котором мое благоволение. Когда у меня здесь не получается, здесь не получается, здесь не получается, а внутри я чувствую подтверждение от Бога, что я поступаю правильно. Если ты будешь внимательным голосом Духа Святого в твоей жизни, ты пройдешь через искушение. И сегодня говорю, как преодолеть искушение. Это молитва. Это пост. И я внимательно слушаю, что Бог говорит в моей жизни. И я хочу сказать, что Бог мне говорит, если я это следую, если это есть в моей жизни. Дух Святой и молитва. И если это в моем жизни есть, то есть, я буду жить с ним. Ты знаешь, что Дух Святой открывает нам Слово? Ты знаешь, когда мы читаем Слово и понимаем, это привилегия, это Бог открывает нам Духом Святой. Вы знаете, что Дух Святой ведет нас к покаянию, когда мы согрешаем. И он вдохновляет нас, когда нам нужна Сила. Он умудшит нас, когда нам нужна Сила. Он никогда не будет жаждать. И он говорил о Духе Святом. И он говорил о Духе Святом. Который в нас. Слава ему за это. Гиприсен ist er dafür. Когда пришел Дьявол, он пытался еще много вещей сделать с Иисусом. Он пытался поселить в Него сомнения. Он говорил, если ты Сын Божий, тогда сделай и докажи мне, что ты Сын Божий. Докажи себе, что ты Сын Божий. Сомнения. Это одно еще из оружия Дьявола. Знаете, это сомнение, это такая зараза, когда сомнения приходят в семью. И жена начинает сомневаться о верности мужа. Нету доказательств, а она сомневается. А у меня такое чувство, что все-таки знаешь, что у тебя кто-то есть. И как вы думаете, семья счастлива? У них радостные вечера. Когда Дьяволу удается поселить сомнения в сердце человека. Он победил. Знаешь, ему удалось Дьяволу сегодня поселить сомнения в людей, что эта книга, это не Божье Слово. Если человек имеет сомнения в этом, Дьявол обокрал его. Некоторые согрешили, и Дьяволу удалось положить сомнения в их сердце, что Бог больше не любит. А некоторые вложили в сомнения, что церковь это нужно. Слава Богу, что Иисус не поддался. Что он отвечал ему. Что он стоял уверен. Что он говорил с ним. Знаете, время улетает очень быстро. И есть так много, о чем говорить. Но знаешь, я чувствую, что Бог меня побуждает, говорить о молитве все больше и больше. Для молитвы есть Сила. В молитве есть Сила. В молитве есть Сила. Не просто, знаешь, но когда ты в молитве, не знаю, борешься. Когда ты в молитве пред Богом плачешь. Когда ты в молитве пред Богом свое сердце открываешь. Евреям 5 глава 7 стиха. Там написано об Иисусе. Там написано, что Иисус в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Слушай, Иисус был услышан. Иисус был услышан. Потому что приходил перед Отцом с благоговением, со слезами, с молениями, с молитвами. Иисус был услышан. Знаешь, некоторые вещи в твоей жизни не происходят, только потому, что ты не молишься об этом, так как должно молиться. Некоторые слишком рано встают с молитвой, прекращая молиться о чем-то. Знаешь, я так увидел картинку. Два рудакопа копают траншею. Два туннеля копают. Один сверху, другой снизу. И один разочаровался, положил свою кирку на плечо, развернулся, выходить из туннеля. И от сокровищ его отдаляло еще два удара киркой. И от другой продолжал работать. Иисус говорил, молитесь. И бодрствуйте. Чтобы не попасть к нам в искушение. Знаешь, меня Бог убеждает говорить о молитве. О личных отношениях с Богом. Не только здесь, сейчас, когда мы будем молиться, мы сейчас будем молиться. Но когда ты пойдешь отсюда, но когда ты пойдешь отсюда, знаешь, может быть, ты здесь пятый раз, третий раз, первый раз, и ты никогда не молился пред Богом, он так по-настоящему, не испытывал Бога. Vielleicht bist ты zum ersten, zum fünften, zum dritten Mal hier, и ты не молился, и не проверил, что Бог живой. Ты знаешь, если некоторые вещи выбросить из нашей жизни, то, когда мы будем молиться, вместо того, чтобы смотреть телевизор, ты будешь молиться. Зима, вместо того, чтобы сидеть в Фейсбуке, ты 15, 23 минуты уделишь для, или в Одноклассниках, ты уделишь для молитвы, для чтения Библии. И ты будешь делать это регулярно. Ты видишь изменения в себе, и в окружающих. Аминь. Давайте мы остаемся для молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok